В Московской области к чемпионату мира 2018 года подготовят 17 тренировочных баз для команд-участниц. Тренировочная база состоит из тренировочной площадки и гостиничного комплекса. На заседании правительства о ходе подготовки к мировому первенству отчитался министр спорта региона Роман Терюшков. Он отметил, что составлены дорожные карты маршрутов движения команд и болельщиков. Самое сложное при наших климатических условиях – соблюсти технологию посеву газона на футбольных полях. И в этом вопросе надо держать руку на пульсе, подчеркнул губернатор. Безусловно, приоритетом реконструкции тренировочных площадок для нас является, конечно же, создание натурального газона, такого же, как в основных площадках проведения. Весь процесс подготовки газона – это 60 дней. Подготовительная работа – 30 дней. Заседку и уход за тренировочным покрытием – 25 дней. И завершающий этап в подготовках – это 5 дней. По каждому полю у нас составлены дорожные карты. До 1 июня должны быть подписаны уговоры с подрядом специализированной организацией на устройство болей. С 1 июня должны быть начать работы по каждому футбольному полю. И 31 июля мы находим демонстрацию готового поля. На мероприятия по подготовке Московской области к Чемпионату мира по футболу 2018 года выделено 4 миллиарда рублей. В рамках ЖКХ предусмотрено 125 мероприятий по ремонту фасадов на пути следования, а также 11 мероприятий у Министерства энергетики. Это капитальный ремонт наружного освещения на основных дорогах, сказал министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков. В Штенске это мероприятие, они тоже будут устройство пешеходных зон, 5 туристических зон, которые смотрели, это тропа Паловник, Паловник, Кровосприсянский мунистерский монастырь, Троицко-Цергиевая варла, Трогонинский тренинг. Также приводят в соответствие дорожную инфраструктуру и устраняем необходимое количество ненормативных ям, а также определяем и делаем полностью реагацию. Тренировочная база «Сатурн» также будет задействована в подготовке к чемпионату мира 2018. Для этого необходимо отремонтировать гостиничные корпуса и подготовить футбольное поле. Как отметил глава района Андрей Кулаков, работы необходимо завершить до 31 августа текущего года. Нам нужно привести также необходимое количество работ по приведению дорожно-транспортной сети в порядок, по обеспечению безопасности дорожного движения в Кратово. В основном все это будет происходить. И там мы будем строить тротуары, дороги, пристанционная площадь будет реконструироваться полностью. Она приобретет вообще новый вид. Ну и также у нас 37 километров тех дорог, по которым можно подъехать к этой базе. Там нужно нам тоже посмотреть, будет и ограждение, и освещение, и много другого. Также мы предусматриваем ремонт фасадов многоквартирных домов, которые расположены по пути исследования. Команд, участниц, болельщиков, их 24 у нас. Мы также закладываем финансирование на ремонт фасадов данных многоквартирных домов. Интересные туристические маршруты предложат болельщикам мирового первенства Подмосковный регион, в частности, Раменский район. Екатерина Алфимова, Алексей Гущин для программы «Городские вести».